Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у Заводчика Корги. Ну что, рассмотрим еще одну страшилку. Честно говоря, эта страшилка, она теоретически, даже в моем понимании, может быть... Ну, другой вопрос времени, когда она может быть. Человечество может к этому прийти. Поэтому мы рассмотрим ее достаточно серьезно. Сейчас я вам зачитаю вопрос, и я сама хочу знать ответ. Иногда я делаю расклады, я сразу знаю ответ. Я сразу знаю абсолютно ответ, я делаю расклад, он подтверждает. А есть вопросы, знаете, о которых я стерегаюсь, скажем так. Я понимаю, что это может быть, но нужно проверить. Вот это из тех вопросов, которые теоретически это может быть, но нужно проверить. Ну, для начала я что вам хотела сказать. Вот сейчас мне написал комментарий кто-то. Ну, я уже заблокировала и послала привет. Так что ждите, ждите прилет. Знаете, ну, в общем-то, кто давно со мной, те же знают. Я человек позитивный, добрый, у меня светлая энергия. От меня даже можно заряжаться, как от Касперовского. Даже воду можно ставить. Попробуйте, мои хорошие, поставьте водичку, потом попейте. Мало ли, вдруг поможет. Но когда меня начинают поучать, либо манипулировать, управлять, как-то критиковать на ровном месте, умничать. У меня это вызывает, знаете, как такую реакцию негативную весьма. Я вспыльчива в этом плане. Это, знаете, вот не будите во мне зверя. Это как огонь. Я огонь. Я могу помочь, согреть. Знаете, на огне можно приготовить, кушать, обогреться, согреться возле костра. Но лишнее телодвижение вправо-влево, и ты обожжешься. А можно и вообще сгореть. Вот. Так что не надо шутить с огнем. Вот не будите во мне огнедышащего дракона. Не надо умничать. Что мне показывать? Стол показывать или себя показывать? Вот не надо. Не надо. Если вам не нравится, что я не показываю стол... Я понятно объясняю? Идите, смотрите, столы. Потом не удивляйте. Знаете, иногда вот язык твой враг твой. Иногда сильно подумайте. Для чего? Для чего умничать? Прийти на чужой канал и там умничать. Не надо. Не надо. Может быть, где-то этот номер и проходит. Знаете, вот это вот свое, свой негатив вылить, свое гомно, содержимое себя вылить на чужом канале, иногда это где-то проходит. В моем случае, мне вообще, вы понимаете, я не вынесу из этого урока никаких. Но вы потом не удивляйтесь, почему вы упали, подвернули ногу, почему вы потеряли кошелек, почему вас уволили с работы, почему на вас напал понос и не отпускает, понимаете? Почему? Ну, потому что, потому что не будите вам не зверь. Огонь, он такой, он действует во все стороны, по-разному. Кто-то может согреться, а кто-то сгореть. Так что не надо. Не надо. Уже сколько предупреждала, видимо, не доходит. Так, а теперь посмотрим, давайте посмотрим. Наташа, добрый день. Про страшилки о населении вы уже посмотрели, да. А можно сделать расклад на новую страшилку. На проторах Инета есть уже расклады о том, что в ближайшие 10-15 лет население Земли останется без пресной воды. Из-за активности Солнца вода начнет испаряться, некоторые материки вообще останутся без воды. И в будущем нас ждет типа вода по талонам или по бутылке на человека. Можно посмотреть, насколько этот ужас будет правдой. Я не думаю, что это вот так прямо жестко, но тенденция, я думаю, к этому будет. Тенденция будет более усиление проблем с питьевой водой. Ну, это понятно, это, скорее всего, в разных местах по-разному. Но, видимо, оно такое потихонечку, да, именно питьевая чистая вода будет более дефицитна на всей планете, чем сейчас. Но, опять же, это, насколько этот процесс быстрый. Давайте посмотрим. Ну, здесь я почему-то у меня вот, ну, есть, знаете, такое ощущение, что эта тема будет актуальна. Ну, насколько остро, прям талоны или не талоны, тут вопрос такой, да. Ну, вообще, давайте посмотрим. Так, итак, проблема с питьевой водой, пресная вода, пресная вода, питьевая вода. Будем смотреть питьевую, давайте, вот, именно вот питьевая. Техническая, я не думаю, что это проблема. Вот питьевая, пресная вода, проблема с питьевой, пресной водой. Будет ли актуальна для человечества, будет ли актуальна для человечества проблема с водой? так вода это и есть жизнь это важно на самом деле вот они карты понаписывал такую херню какая-то понимаете уже откатанная зрительница в этом подставляете колоды ну как можно быть таким тупым так все абстрагируемся давайте я вам покажу свечечку новую это косвечка классно сейчас сделаем расклад надо отвлечься у меня у меня вот я на террасе разбушевалась я рассердилась надо как-то настроиться посмотрите какая красота посмотрите косвечка понятно что она не очень практично да сгорит быстро посмотрите как сделано такие черепушки да и ведь рука держит свечу круто правда очень красивая экстерьерная такая свеча у меня теперь на рабочем месте их 33 стоит классный вот смотрите еще какая смотрите какая с баба ягой видите здесь баба яга а с этой стороны видите такая паутина правда очень классная но вообще ой слушайте надо фотку сделать подождите засветили сейчас момент очень красиво кстати давайте сейчас слабо сделаем сейчас я подобрею мои хорошие сейчас я подобрею давайте вот так свечой да что ж такое ну вот теперь я подобрела так все подобрела давайте теперь смотреть расклад надо было уйти знаете в новую энергию созидательную вот честно вот вынесут мозг на эти всякие там подожди что у меня а вот почему у меня здесь регулировка светлости экрана яркости вот так самый раз так давайте не думают им хаханьки хаханьки это вы можете знаете безнаказанно заходить к разным там политикам аналитикам и писать про них вот козел вот сволочь вот такой сякой ну а чё они в принципе достаточно безнаказанно ну может просто модератор заблокирует а может нет потому что там главная движуха на канале а и когда вы заходите ко мне то можно выгрести заходишь мой дом заходи с уважением или вообще не заходи так проблема с пресной водой проблема с пресной водой давайте проблема с пресной водой будет ли существовать в мире проблема с водой с пресной водой проблема с пресной водой к сожалению местами да ну насчет талонов я не думаю это наверное слишком все преувеличено то что местами это посмотрите я вам скажу по колесу фортуны эта ситуация будет она будет по колесу фортуны то есть где-то в отдельных на отдельных каких-то участках земли из хорошего что из хорошего из хорошего то что будет вестись активная борьба дабы эту проблему минимизировать либо сократить либо как-то решить и и будут решать и и будут какой-то катастрофы саду смогут уйти нет не будет вот такой значит чтобы по всей земле талоны я думаю нет потому что видите активные действия активные действия приведут к тому что по шуту что мы сможем избежать какой-то катастрофы шут он всегда избегает катастрофы потому что у него когда этому человечество еще большая дорога вперед ничего такого не будет но то что на определенных территориях проблема будет и скорее всего на тех территориях где уже была эта тенденция где это уже было то есть это знаете повтор ситуации может быть вот например на каком-то на каком-то куске земли проблема с водой возникала когда-то она опять может до вода уходила сейчас вроде как решенный вопрос вот он может вернуться понимаете о чем я говорю то есть для кого-то это будет актуально но в целом для планеты я не думаю нет то есть это проблема которая будет решаема с ней будут бороться и будет ли вода по талонам будет ли вода по талонам нет это разговоры это разговоры другой момент что она будет дороже давайте я так скажу по талонам нет она это разговоры но то что она будет дороже за воду мы будем платить все больше и больше цена воды станет больше вот это однозначно если мы как-то относились копеечная вода копеечная то вода будет все дороже и дороже это будет более дорогой и возможные разговоры тоже в какой-то степени будут оправдывать подорожание воды здесь тоже может есть такой вариант но то что платить мы будем за воду однозначно ее цена вырастет вот это да чтобы по талонам нет нет это вещь не об этом а цена вырастет цена на воду готовьтесь тому что через 10-15 лет за воду мы можем платить ну на порядок дороже несравнимо да то есть ну не знаю вот как например там сейчас стоимость там чего-то там не знаю сока или бензина молока будет вода будет дороже но она будет нет никаких салонов я не думаю что такой кризис а в некоторых местах земли да по колесу фортуны там где что-то уже было где есть такая тенденция там очень вероятно что может повториться этот кризис да то есть вот так давайте для украины конкретно будет ли в украине дефицит воды питьевой мы же про украину давайте про украину будет ли в украине дефицит питьевой воды дефицит питьевой воды что будет с водой в украине что будет с водой в украине с водой двойка петаклей солнце ну как раз Украина одна из тех стран в которой с водой как раз все более-менее благополучно но здесь в чем проблема, здесь другая здесь не будет дефицита, здесь другая ситуация, здесь сама по себе вода я бы сказала качество воды качество воды может падать как бы вода подвешена, понимаете, застойная вода, мы жертвы воды собственной, другая проблема качество воды в Украине качество воды, будет ли ее достаточно будет ее достаточно нам нужно очень думать, чтобы очищать, понимаете приводить в порядок эту воду вот качество воды это проблема количество ее я не думаю что будет, качество воды что именно в этой воде знаете, такая вода, от которой люди уходят вот, вот в чем беда плохая вода плохая вода по луне понимаете, заражен плохая, не чистая вода вот это качество воды проблема в Украине количество ну нет нет тут еще, знаете, такой момент давайте сейчас я попробую вода в Украине вода страшный суд дьявол вот видите, то что я вам говорю по дьяволу то есть тут воды-то ее как бы воды много но она не всегда здоровая вот она, эта вода может нести в себе опасность сама вода то знаете, там где в одном месте уходит в другом прибывает тут я почему мне еще какой вопрос интересовал есть тенденция, что вода вот уходит тут у нас у много знакомых колодцы высыхают вода уходит уходит ну почему тогда уходит если не будет проблемы с количеством почему вода уходит нет, она скорее, знаете как в определенных местах видимо заканчивается то есть какие-то подводные там резервуары где-то тут заканчиваются но в другом месте тогда прибывает оно просто меняется нужно искать новые места просто если в колодцах вода уходит искать новые места просто какие-то подводные резервуары они как подходят к концу но это не значит, что ну воды в принципе нет Это просто вот по крысу фортуны. Откуда-то ушла, куда-то пришла, понимаете? Такое. Не, в Украине. Просто в Украине нужно позаботиться об очистке воды. Она должна быть чистая. Очистные сооружения, забота про экологию, забота про наши Карпаты, вот эти все реки, горные реки, в которых изначально должна быть вообще как бы чистая вода. Родники. Сохранять экологию, сохранять подземные воды, понимаете? Нужно серьезно заниматься экологией. Вы понимаете, то, что я вам говорила вообще, мои хорошие, мы сейчас живем проблемой войны, но на самом деле уже сегодня нужно думать о проблемах после войны, о тех проблемах, которые принесет война для людей, которые выживут. А это будет большая проблема, экологическая проблема, очень большая, с воздухом, с водой. Почва, соответственно, заражена, а это значит вода, понимаете? Отравленная вода войной, вот это опасно. Отравленная земля и отравленная вода, соответственно. Вот это опасность, и тут она реальная опасность. А насчет количества, это... В одном месте уйдет, в другом прибудет. Где-то пересохла, а где-то затопила. Она просто движется. Это идут движения какие-то подземные, вот эти вот все реки подземные, они меняются, потоки какие-то меняются по колесу фортуны. Но количество, я бы не сказала, что уменьшается критично в Украине. А вот качество, оно явно критично. Оно по луне, оно по дьяволу, в общем, карты напряженные. Об этом нужно думать. Такая история. Берегите себя, мои хорошие, берегите себя. Люблю, целую. Обязательно увидимся. Пока.